ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 КРИОБОЛТ КРИОБОЛТ КРИКИ КРИКИ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Это внушает надежду. Похоже, ему не всех удалось обмануть. Но все равно надо быть поосторожней. Он многих успел оболванить и отправить в Стэм. Газетная статья из Crimson Post. Сладкоголосый ангел или превратник дьявола. Автор Дэниел Блок. 10 октября 2014 год. Crimson City. При первой встрече с проповедником, писателем и духовным лидером Теодором Уоллесом сразу бросается в глаза его сила и харизма. Крупная, почти что пугающая фигура по контрасту удачно подчеркивает его открытое дружелюбное лицо. Именно это лицо украшает обложки серии мотивирующих книг. И именно этот человек создал сеть оазисов духовного здоровья, известных как Мюдцентры. Но что скрывается за столь дружелюбной и располагающей внешностью? Одни видят в Уоллесе гуру, другие и среди них поборники традиционной религии. И что особенно тревожит, родственники и прихожан Мюдцентров считают его не более чем лидером современной секты. Да, на секту он более смахивает. Охотится на души потерявших надежду, притворяясь, что у него есть ключи от счастья. Я начинаю понимать, как он действует. Рекламный проспект Мюдцентра. Вселенная кажется вам жестоким и нелогичным местом. Вы чувствуете, что мир сдался целью отличить вас своей блестящей, но недосягаемой мишурой от истины. Уверены, что это чувствуете только вы. Тогда ваше место в Мюдцентре. Дерзайте, бросите оковы современного общества. Познакомьтесь со своими единомышленниками. Создайте лучшую реальность. Ту реальность, которую хотите видеть вы. Вы, а не они. Мю, мы ждем именно вас. Духовный лидер и проповедник. Неудивительно, что все поверили, будто он на их стороне. С виду казался хорошим человеком. Досье Теодор Уоллес. Имя Теодор Уоллес. Дата рождения 07.03.1968. Месторождение Сент-Луис. Штат Миссури. Место жительства Кримсон-Сити. Рост занятий проповедник Духовный лидер. Все с ним ясно. Идем к верстаку. Так, создание предметов. Что мы можем создать? Так, еще два патрона для дробовика. И все. Из улучшения. Так, 250 всего. Всего 250. Ну что, давайте-ка посмотрим. Что у нас там взрывной болт? Сколько надо? 320 вообще. Так, Креоболт. 240. Гарпунный болт. Так. Гарпунный или... Ну, слушайте, мы еще и это не прокачивали тут. Давайте, да. Электрический болт. Прокачаем. Можно еще открыть. У нас есть деталь одна, да? Давайте, наверное, взрывной посмотрим. Так, и что у нас? 4 тысячи зеленого геля всего-то. Маловато. Маловато. Угаляем. Нам нужно побить 47 тысяч 100. Короче, до 50. Это трава. 60 деталей для оружия. Всего 150. Ну, ладно. Давайте попробуем. 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 Время, время, время. Нет, не получилось. Нет, так нет. Не дается, не дается мне этот тир. Так, ладно. Будем надеяться, что сеть на месте. Так, нам нужно пройти через сеть Канилу. Что это? А, конденсатор. Этот переносной конденсатор используется в лабораториях для охлаждения и конденсации газов. Этот компонент используется для создания полезных предметов. Понятно. Так, у нас тут убитый сотрудник Мебиуса, шприц. Надеюсь, здесь у нас никакой дряни не будет. Ха-ха, сразу же. Отлично. А, нет. Черт. Похоже, здесь побывал Теодор. Возможно, поэтому я не смог связаться с унилом. Тут поблизости убежище Хопман. Надо к ней заглянуть. Так, еще один слайд. А, кстати, мы там слайд взяли. Ну ладно. Потом посмотрим. Там обрушено все. Так, выход Д5. Убежище Хоффман еще здесь где-то. Отлично взяли шприц. Ох ты, какой секретик тут. Опа. А, я думал, что это такое. Это гвозди. Давайте откроем. Давайте откроем. Так, закрыто. Где-то надо подать электричество, значит. Так, а вот эти следы мне не нравятся. Хоффман? Ты здесь? Это ты? Как мой коммуникатор получает твой сигнал? Что? Это ж на другом конце лаборатории. Это ж на другом конце лаборатории. Закрытая зона, нам запрещено туда ходить. У нас нет допуска. Как ты? Ладно, я поняла. Да. Да, встретимся там. Будь осторожней. Хм. Хм. Он Нил оставил убежище и ушел в запретную зону сети? Не похоже на него. А, что-то я так подумал, что мы это читали. И взял, выключил. Ну, ладно. Ну, ладно. Ладно, ладно. 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 Ладно, ладно. Такс. Куда нам суть? Сюда? Или сюда? Скорее всего, сюда. Следуйте за Хоффман, чтобы найти у Нила. подсумок для дробовика. Отлично. Да, здесь была какая-то бойня. Блин, напугало. Зараза, а. Я уже дернулся. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Вот засранцы. Так, перезарядить дробовик. Нормально так я встал. Хорошо, что сзади никого не было. Патроны для дробовика. Похоже, здесь была усиленная охрана. Здесь зеркало, что-то в другом одни зеркала. Отлично, патрончики для дробовика. Файл протокола безопасности. Так, из-за деликатного характера проводимых экспериментов доступ к лаборатории открыт только сотрудникам Мебиуса с определенным типом церебрального чипа. Просьба при входе в лабораторию неукоснительно соблюдать протокол безопасности. Помните, что ваш уровень доступа предполагает обязанности по неразглашению сверхсекретной информации, что закреплено в вашем трудовом договоре. Любой агент, попытавшийся проникнуть в лабораторию без соответствующего разрешения согласно правилам безопасности Мебиуса подвергнется физическому наказанию. Ну давайте посмотрим два слайда. Интересно же, что там. Как раз нам киска даст подарки. Эй, Кидман. Что там у тебя? Я тут думал о нашем первом совместном деле. Когда мы служили в полиции? Ограбление ломбарда? Ты в одиночку раскрыла тот случай. Я был впечатлен. Все это благодаря тебе. Ты взял меня под свою опеку и всему научил. Держался со мной на равных. Жаль, что у меня раньше не было такого наставника. Я хотел помочь тебе стать одной из лучших. Но ведь все это время ты работала на них. Меня направили к вам, чтобы я следила за тобой. Убедиться, что полиция не будет нам мешать. Как жаль. Ты могла бы стать отличным копом. Я не была бы так уверена в этом. Досье, с которым я поступила в участок, было поддельным. Я большую часть детства провела в колонии. Когда Мебиус вышел на меня, у меня был выбор пойти к ним или в тюрьму. Не сложный выбор для двадцатилетней девчонки. Ха. Выходит, я тебя совсем не знаю. Я так долго работала в Мебиусе, что уже не уверена, знаю ли я сама себя. Что-то мне подсказывает, что твой бунтарский дух не сломлен. Кидман, это я. Хорошо тебя слышу, Себастьян. Мебиус. Название. Это все, что я о них знал. Все пути, которыми я шел, вели в тупик. И теперь выясняется, что они повсюду, прямо перед носом. Но невидимые. Я не понимаю, как. Я уже говорила, ты не нашел следов Мебиуса, потому что они не хотели этого. Они существуют уже очень-очень давно. И знают, что делают. Мы знали, что ты ищешь. Следили за тобой. Мешали тебе всякий раз, как ты подходил слишком близко. Почему? Почему они это делают? Людей нужно направлять. Людям нужны лидеры. А то, чего жаждет Мебиус, это не лидерство. Это порабощение. И они это знают. Если бы они обработали всю прессу и всех политиков, то уже не таились бы. Они прячутся в тени, потому что знают. Это зло. Если бы люди узнали правду о Мебиусе, их бы с землей сравняли. Может ты и прав. Но если кто-то и узнает правду, как это доказать? Да уж. Лучший способ скрыть заговор, это убедить народ, что заговоров вообще не бывает. Кстати, такой шрифт на картинке как у Резидента. Название тоже таким же шрифтом написано. В седьмой части Резидента, по-моему. Спасибо, киса. Так, по 700. Лучше, чем ничего. Опа. 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 Фига себе, комнатка такая, коридорчик такой. В колбах. Мелаги какие-то. Зачем вам все это? Ой, чувство, они вырезут. Опа. Мелаги в колбах. Так, один уже открытый. Так, чё-нибудь здесь нету? Ничего, что-ли? Ну ладно. О, это по-моему там ведьма, да? Что делали в этой лаборатории? И почему я им хотел встретиться здесь? Калибральный чип обнаружен. Вот, разрешён. Ха. Без чипа тут никак не пройдёшь. Наверняка здесь должен быть хоть один. Так. Ну, понятный резонанс. Так, два резонанса. Всё пропало. Давайте выберем… Так, он там наверху. Второй. Второй он там. Там чё-то… А. Понятно. Надо будет электрическим болтом жахнуть. Приятно. Какие-то изучения. О, чё-то было. Отчёт. Сбой интеграции в STEM. Появился новый неожиданный побочный эффект интеграции в систему STEM у некоторых жителей Юниона. Начальные симптомы просты. Небольшие психические нарушения, в результате всплывающих в памяти остаточных фрагментов, подверженным этому эффекту, жителям возвращаются старые воспоминания, что приводят к путанице и замешательству. Единственный способ исправить проблему – сделать перезапись памяти. Их новая маркировка Юниония только усиливает путаницу. Так, психические нарушения учащаются, приводя в результате к полному распаду личности физическим нарушениям. Данный феномен коснулся только 0,005% жителей, но, тем не менее, его нельзя не учитывать. Многое после инцидента в маяке удалось исправить, но система STEM всё ещё остаётся экспериментальной технологией. Мы изолируем и засекречиваем наши исследования, но продолжаем расширять Юнион. Крайне необходимо исправить нарушения до того, как проблема станет серьёзней. Так, а нам ещё 10 документов собрать осталось. Вот там красный гель. Ух ты! Плэти. Так, пока – отлично. Ух ты, еще тут. А, ну в принципе, она наверху, а нет, что-то оказалось, что наверху. Открыть шкафчик. Так, отчет исследования сбоя. Данный феномен проявляется все сильнее, весь исследовательский центр сети изучает эту проблему. Трансформация жителей происходит быстро и необратимо, их внешний вид вызывает отвращение. Формы, которые они принимают, нельзя даже назвать человекообразными. Также и в их поведении не остается ничего человеческого. Мы назвали таких жителей термином пропащие. Замечено, что последняя стадия жителя перед трансформацией обязательно включает веру в то, что его преследуют могучие и необоримые силы. Как только жертва поддается этим силам, начинается трансформация. Стем – конструктор искусственного происхождения. В ней нет вирусов, бактерий и инфекций. Поэтому феномен пропащих – это ментальный процесс. Пока неизвестно, как он распространяется и кто будет поражен следующим. Возможно, настоящая причина кроется в том, что происходило с субъектами до входа в STEM. Требуется дальнейшее исследование. Так. Что здесь? Запал. Взяли запал. Да ну нафиг. Так, 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 так. А, упал что ли? По-любому встанет. Осранница. О, а это, походу, кислотная эта тварь. Так, 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 так. Обойдем его, попробуем, чтобы он не встал. Так, у этого у нас трупа ничего нет. Так-с. Либо сюда, либо наверх надо будет. Сначала наверно... Я думаю наверно сначала наверх сходим. На карте вроде как-то более ближе, похоже, находится. На карте вроде как-то более ближе. На карте вроде как-то более ближе. Если есть возможность по тихому, сделаем это по тихому. Слышу уродцев где-то. Отлично, вот она, точка резонанса. Сначала все подберем, подсумок для шприцов. 20% населения Юниона уже обратились. Такими темпами через 2 недели в городе никого не останется. Все наши усилия пропали в Туне. Ядро исчезло менее суток назад. А потом начали приходить сообщения о массовом появлении пропащих. И теперь они повсюду. 20% населения Юниона уже обратились. Сейчас они охотятся за теми, кто остался, и убивают их. Это настоящий кошмар. Такими темпами через 2 недели в городе никого не останется. Мы потеряли связь с Миросом, мы оказались в ловушке с трубачами. И остановить КЦС не получится. Весь эксперимент Юнионе обречен. Мы все обречены. Простите. Так, здесь нам больше делать нечего. Походу в этой комнате. Блин, ты-то откуда там свалился? Так, одного убили. Второго. О, как так? Все равно 2 патроны истратили. Думал сэкономить. И все равно получилось, что... Все равно получилось, что... кто потратил 2 патрона. Что, тут еще одна дверька, да? Давайте посмотрим. Блин, я уже боюсь этих мест, где трупы лежат. А это что такое? 0602, что там написано было. В случае с агентом, наши самые худшие страхи оправдались. Феномен пропавших перекинулся на сотрудников Мёбиуса. Мы полагали, что изменения были результатом перезаписи памяти, но сотрудникам память не перезаписывали. Нам удалось изолировать и уничтожить зараженного, прежде чем он успел трансформироваться. Возможно, длительное соседство с таким количеством трупов пропащих сделало его уязвимым к возбудителю, чем бы он ни был. А может это просто совпадение? Мы извлечем его серебральный чип в надежде получить информацию. Для изъятия чипа нужно устройство извлечения. Сам процесс относительно простой и автоматизированный. Надо просто поместить объект на каталку и ввести код активации устройства извлечения 0128. Если у него еще остался чип, я смогу войти в ту дверь и найти Хоффман. Так, куда же код-то везти? Так, 0128. Ладно, посмотрим, что будет. Жесть. Это еще сейчас показывать будут. Церебральный чип. Этот электронный чип был вживлен в мозг сотрудника Мебиуса. Хорошо, что он был уже мертв. Надо выбираться из этой лаборатории. Так, а вот сейчас будет жопа. Это стопудово. Просто так нам не дадут отсюда выйти. Так, кто-то вынес дверь. Ооо, нет. Вот ее и не хватало нам. Оп-оп-оп-оп-оп. С другой стороны его обходить надо. Еще и это там кряхтит. Вот это жесть, блин. Так, в этой комнате мы были, да? Блин, все. Шум прибежали. Блин, все. Шум прибежали. А, это вот этот наш шум прибежал, который там хавал. Ах, ты черт. Ах, ты черт. С черт. Я вижу тебя. Такс, получится у нас? Не услышат. Это что, жители Юниона? Что Мёбиус с ними сделал? Кошмар. Я даже боюсь представить, что там внизу. Там как-будто дна нет. Так, а где же точка Ренессанса? Фал наблюдения за ямой. Здесь так одиноко и жутко. Сбрасываем тела этих, этих тварей в яму, а они всё не кончаются. Как меня угораздило в это ввязаться. Я что-то слышу, голоса, они доносятся из ямы, но этого не может быть. А если не из ямы, значит они у меня в голове. А это уже хуже. Слуховые галлюцинации – один из симптомов. Но этим нельзя заразиться. Это не вирус и не бактерия. Это психическое заболевание, которое поражает только те граждан, кому переписали память. По крайней мере, они так сказали. Чёрт, нужно собраться. Это просто одиночество так на меня действует. Одиночество и эти отвратительные трупы. Это не феномен. О нет. Начинается. Надо отсюда выбираться. Да ладно. Это опять. Похолодало. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok